В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскресным днём. И вот у нас завтра празднование Иверской иконы Божьей Матери. Одной из также самых почитаемых икон Божьей Матери. Мы знаем её историю о том, что она была явлена во времена иконоборчества, когда иконы подвергались поруганию, когда их уничтожали. И те, кто держал иконы и почитал иконы, подвергались преследованиям и всяческим гонениям, и вплоть до смерти даже. То есть предавали смерти тех, кто иконы почитал и прятал. То есть настолько велико было помрачение среди людей, казалось бы, даже верующих, потому что то, что они делали, они считали, что делают во имя Бога, во имя Христа, считая, что иконы – это некий образ, как идол, который нельзя которому поклоняться, почитать. Но мы знаем, что Господь сам являл именно через иконы свою благодать, то есть своё действие и в виде исцеления, и различных чудес, и показывая тем, что иконы нам необходимы, что нам нужны образы святых, образы Спасителя, Божьей Матери, для того, чтобы наша жизнь духовная, она была всесторонне устроена, как духовно, то есть мы можем молиться и духовно, но нужны нам и образы для того, чтобы молиться правильно, потому что наша молитва, она должна быть безобразной, то есть мы сами себе не должны представлять. И вот как раз иконы, они помогают нам именно молитву правильно совершать. Ну вот и с сиверской иконой тоже произошло так, что Господь через неё явил чудо, именно когда пришли к вдовице, которая эту икону хранила, она уже тогда была известна чудотворениями, к ней приходили, поклонялись, молились, и пришли, чтобы её уничтожить, но один из воинов, когда ударил копьём в эту икону, то образовалась рана на лице Божьей Матери, и оттуда истекла кровь, и воины, увидев это, они в ужасе убежали. Ну а вдовица, чтобы спасти икону, она понимала, что, скорее всего, всё равно придут, всё равно был указ императора уничтожить иконы, не эти, так другие придут. И она взяла эту икону, тайно унесла и пустила по морю, и икона по морю поплыла, и уже обрели её через определённое время, уже намного позже, в Иверской обители на Афоне. Тоже чудесным образом было откровение старцу Гавриилу, подвижнику святой жизни, благочестивому, что будет им дарована эта икона. И вот он объявил это братьям, и все вместе с песнопениями вышли к морю, действительно видели сначала как некий столб, светящийся над морем, ну, а потом под песнопение Божьей Матери, этот инок-стариц, он прямо по воде пошёл и принял эту икону. Её принесли в монастырь, и тоже знаем из церковного предания о том, что она, ну, её поставили, как обычно, в храме, как обычно это делается, желая почитать её, как бы сохранять, но она оказалась над вратами. Несколько раз это происходило, и было явление Божьей Матери, которая сказала, что я хочу, чтобы не вы мою икону сохраняли, а сама буду охранять вас. И доколе икона будет в вашей обители, и моя благодать и помощь тоже будет пребывать с вами. Вот построили храм в этом месте, где были врата, и Иверская икона, она и называется так же «вратарница», вот потому что она находится над вратами в Иверском монастыре, но и тоже вот осталось у нас предание, что доколе Иверская икона на своём месте, то мир будет существовать, и Афон будет, то есть Божья Матерь будет покрывать своей защитой, и Афон, ну и весь мир. Ну и у нас на Руси тоже эту икону очень почитали, зная о ней, был написан список этой иконы с молитвой, таким подвижником-иконописцем, и тоже в Москве была построена часовня, в которой хранился этот список, и тоже множество чудес являла Божья Матерь, сохраняя и нашу землю своим предстательством. Вот после времён гонений в нашей стране, когда была разрушена и часовня, икона, сама икона мы не знаем где, но её списки, которые тоже в этой часовне были, которые, ну, когда икону забирали на такие крестные ходов, поездки по Руси, то ставили некоторые другие списки, от них тоже совершались чудеса, вот два таких списка сохранились, ну, а новую икону сделали список, который сейчас в Иверской часовне, уже восстановленной, сделали список, опять с Афона, привезли с самой Иверской иконы Божьей Матери. Ну, сейчас у нас ежедневно священство нашего города, города Москвы, с утра до вечера служится беспрерывно Акафист и Весской иконы Божьей Матери по очереде, то есть мы тоже имеем возможность помолиться перед этим действительно чудотворным и любимым образом Божьей Матери, которая, ну, мы видим, что она нас не оставляет, что действительно помогает, и каждому, кто к ней обращается, ну, и саму нашу страну хранит своим покровом, своей защитой. Ну, будем стараться не отступать, и тоже вот ныне праздную этот праздник Иверской Божьей Матери, и сейчас молиться, ну, и всегда к ней неустанно обращаться, чтобы нам не потерять эту защиту, этот покров, чтобы нам просить Божью Матерь укрепить нас и в вере, и в жизни христианской, не отступить, чтобы нам самим от этой жизни не отступить и наследовать, как сама Божья Матерь обещала быть заступницей и в этом веке, и в будущем, чтобы нам и в этом, в этой временной жизни получать ее помощь, ну, и чтобы она была нашей заступницей, когда мы отойдем уже в жизнь, в будущую, стать наследниками Царства Небесного. Аминь. Отечествуй. Аминь. Аминь. Спасибо. gotta. 안